Добрый день, друзья! 29 марта 2023 год. Интересный такой момент. Я вам обещал, что буду записывать видео по новому своему предпринимательству, да, касса взаимопомощи BeFree. Вот, интересно даже самому. Знаете, песня есть такая. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. И лодки звались там Вера, Надежда, Любовь, да? Вот. Поэтому я вот пишу видосы, как в меня тема эта входила месяц и одну неделю, да? Как люди наблюдали за мной. Так как я 26 лет в сетевом маркетинге и очень-очень активный, мне повезло, что я надолго задержался в Гербалайфе на несколько лет. Мне повезло, что я надолго задержался. Вот, компания Ламбре больше 20 лет. Ламбре.ру, да? И так как надолго задержался, люди же любят стабильность, да? И изучил сам продажу, стал зарабатывать там, ну, 20 тысяч в месяц реально зарабатывал. А в такие хорошие месяцы и 40 тысяч рублей на продажах на марже. А помню рекорд у меня был. Ехал из Хабаровска в Уссуриск. И жена говорит, а ты помнишь, что у дочи день рождения? Доча хочет друзей нас пригласить в ресторан. И вот эта мотивация. Я за ночь заработал 17 тысяч рублей в поезде. Представляете? По вагонам приставал к людям мотивация, да? Если вы не делаете ничего агрессивно, положительно, вы ничего не делаете. Понимаете? Мотивация. Поэтому, когда кто-то говорит, вот, я тебе назначаю одно видео в неделю, а если ты будешь мне присылать больше одного видео в неделю, то я буду считать по законам там интернета, что это спам, я тебя забаню там, да? Ну, друзья, значит, нам с такими ребятами не по пути. Мне просто 55 лет. Я работаю на лопате сутки через сутки, 360 часов. Сейчас пойду заниматься покосом третий сезон подряд. Ну, больше полторы тысячи соток за 55 суток. Больше. Потому что еще будут коттеджи, бабушки, дедушки на дачах. Еще будут там где-то управляющие компании привлекать где-то. Вот. Товарищи пригласят меня там где-то, может быть, помочь. Может быть, я товарищей приглашу помочь там, что не вывезу. Там срочные заказы где-то на дальнике. Потому что туда-сюда ездить не катит. Надо большие заказы на дальнике, где-то за городом делать бригадой. Ну, потому что транспортные расходы съедают весь товар. Поэтому, друзья, я о чем? У меня очень активный образ жизни. Смотрите мой YouTube-канал Староженко Владимир, да? А я не буду снимать поворот, чтобы не расшифровывать. Получается, вот сейчас мы едем с Александром Анатольевичем. Александр Анатольевич рулит за рулем. Я вот могу поснимать, да? Вот, приятное с полезным. Едем ставить березовый сок. Вот мы один раз уже сняли, около чуть меньше 40 литров. Но ребята заказали с Владивостока, с Усурийска, постоянные клиенты, уже третий сезон подряд. Ну, первый раз мы сняли там 1200 литров, второй раз 900 литров. В прошлом году там 600 литров. Просто для себя мы ставим где-то полтонны мы где-то сами выпиваем за лето. С семьей, на покосе. Ну, в день вот посчитайте, там я 2 литра в день выпиваю на покосе березового сока. Плюс еще литр воды такой, да? Поэтому заготавливаем, замораживаем, ставим в холодильнике, в емкостях и сами пьем. Ну, излишки вот люди просят, поэтому березовый сок. Вот в суток пришел просто, почему немножко агрессивный, положительный, да? Потому что очень активный образ жизни, очень нагрузки, мало спать приходится. Но 55 лет, понимаете, много времени, ну, я не скажу, что протупил, но... Жилищные условия надо улучшать и улучшать и улучшать. Жилищные условия желают оставать, оставлять лучше. Потому что надо было летать в Москву, писать конспект, когда в интернете еще не было, да? Надо было ездить в регионы, настраивать. Я не оправдываюсь. Надо было летать в регионы и ездить, настраивать логистику, обучение. Я хороший продавец был. Я, 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 последняя буква в алфавите. В компании Ламбре в 2005 году был четвертым по России по рекрутации. 30 человек за год вот я пригласил. Так бы было бы третье место, просто товарооборот был меньше. Но почему такая работоспособность? Потому что от мамы унаследовал альтруизм, да? Вот есть люди, которые живут для других людей. Они вот людям отдают, отдают. А есть кто-то гребет под себя. Также вот передача была про дружбу. Кто-то говорит, кто твой друг? Ну, друг, который мне сделал то-то. Друг, который сделал мне то-то. Друг, которого я могу попросить, и он мне сделал это. Или это. А психолог говорит, а есть другая дружба. Друг, это когда я хочу для кого-то что-то сделать. Это я хочу, не жалея времени своего, усилий, энергии, денег. Я хочу для человека что-то сделать. Поэтому вот я хочу для вас что-то сделать, да? Получу ли я с этого что-то? Хотелось бы получить. Но я получу только тогда, когда вы получите ожидаемый результат. А чтобы вы получили ожидаемый результат, надо, чтобы вы запустились, отдвинулись. Понимаете? А чтобы вы двинулись, надо, чтобы мы сошлись по духу. Чтобы вы поняли по своему критерию, по шкале ценностей, там, эта тема подходит ли для вас по морали, по духовности, по специализации, по образованию, по вашему, да? Потому что же, все же мы разные, 8 миллиардов населения, да? Вот смотрите, вот мы едем, вот это мы еще едем, нам еще далеко ехать. Вот в лесничество едем. Там сейчас будут... Тедрачи еще не проезжали, Анатолич? Проезжали, да? Тедрачи проехали, да? Вот. Ну, короче, здесь вообще не ступала нога человека, мы потом уйдем по лесной дороге. Слава богу, на джипе. Вот. С Анатоличем мы прошли по секрету Алину. Только не по хребту, по хребту, кусками. А по карте это в 2014 году 700 километров. 700 километров. По Сихаталину, от Снегуровки до Тернея. Вот поэтому у меня там что-то или клещ, или что укусил. Видите, просвет, руки не сжимаются. Поэтому эксклюзив моих... Я не буду сапоге делать, у меня с собой здесь оно. И получается, что эксклюзив, что почему я имею право занимать ваше время? Ну, мне кажется, что я вас могу вдохновить, да? Вдохновить. Ну, люди дают такую обратную связь. Вдохновить. Почему я записываю это видео? Смотрите, сегодня в чат Бифри, касса взаимопомощи Бифри, это краунфандинг. Это официальный, разрешенный 135-м законом Российской Федерации, сбор денег, пожертвования на благотворительные цели. 135-й закон Российской Федерации разрешает. Смотрите, и это законный бизнес в интернете с минимальными затратами. Видели ли вы в интернете законные бизнесы? Вот мне сегодня чат сбросили, без меня меня женили. Недвижимость на Северном Кипре. Хорошо у меня друзья, руководители живут на Южном Кипре. И я лет 5 назад начинал их кошмарить. Вау, инвестиции, вы же там рядом живете, смотрите какие квартиры, инвестиции на Северном Кипре. Они говорят, Владимир, у тебя что по истории было в школе? Я говорю, ну четверка. Он говорит, плохо ты учил. А ты знаешь, что на Кипре была война турков и греков? Ты знаешь, что северных греков, северного Кипра поперли жестоко, жестко, просто вообще турки? И вот эта недвижимость брошенная просто. И ее вот продают, да. Поэтому настанет момент, что потом правовое поле включат и вас оттуда попросят. Вы же мозг включите, какой бизнес вы предлагаете. Хорошо они мне фары врубили, да. И вот я сейчас смотрю два лидера из Гербалайфа там, прикиньте, и мне предлагают вот войти. Но я еще с ними не общался. Люди под 60 лет не изучают правовое поле и продолжают совершать ошибки. Точно так же и я совершал ошибки. Хорошо, что я надолго задержался в Ламбре на 20 лет. И мы, я пригласил за счет своей работоспособности и за счет любви к женщинам, пригласил 150 официально людей, вот, чтобы была 50% скидка в Ламбре, да. Официальная, чтобы не было демпинга цен по отношению к моим коллегам, да. Которые справа, слева параллельные, да. Ну и моим последовательным по Ламбре, да. Я был как идейный вдохновитель, второй человек в уссурийский по Ламбре. Вот. А на этом энтузиазизме, на этой мечте, что женщинам дать возможность. Потому что женщины без мужчин воспитывают детей. Эти дети уже ездят на хороших автомобилях, им уже по 30 лет. Живут в коттеджах, да. Ну, а мужики в лихе 90-е просто тупо побросали. Поэтому, конечно, я любил и сочувствовал женщинам. Женщины это просто богини, сильные личности. Сильнее даже мужиков каких-то, понимаете. Вот. У них материнский инстинкт. И в благодарность женщинам я построил сеть. 150 человек в первом уровне я построил. А мы уже все вместе, что мы со стоящими наставниками, в 11 уровнях 980 человек. Но был мотив. Я зачем вам сказал, что от мамы я унаследовал альтруизм, да. Что я не могу молчать, когда я узнаю какие-то возможности. Я начинаю со страстью об этом рассказывать. А кто-то говорит, а деньги любят тишину. А я не расскажу там секреты. А вот сглазят. А вот еще что-то. Друзья. Поэтому, кому я по духу, присоединяйтесь. Би-фри, касса взаимопомощи. Засмотрите мой YouTube канал или загуглите. Советую вам посмотреть Татьяну Романову. Наш высостоящий наставник. Очень все интеллигентно, красиво рассказывает. Она в предыдущей теме, в матрицах. Только это те были дифференциальные матрицы. Наделение на отнимание. Не смогла вывести с прошлой компании 100 тысяч долларов. Я не оговорился. 100 тысяч долларов. Посмотрите. 20.02.2023 год. Исключение из правил. Найдите. Татьяна Романова. 20.02.2023 год. Исключение из правил. И вот она там, Татьяна Романова, говорит, что она же не сдулась. Она же, кто как не она, зная все нюансы, ошибки, пошла в Бифри, изучила ируспруденцию, изучила правовое поле, что мы не попадаем под 159-ю статью, часть 4-ю. Прикинь, полные, полные, прикинь, такие пузатенькие стоят. Смотрите, вот такой мы приехали за этим засоком. Анатолий сейчас меня будет подгонять. А как ты, Владимир, все успеваешь? Вот когда вырубает уже, Анатолич появляется, дает золотого пенделя. Поэтому, смотрите, я благодарю своего наставника, Татьяну Николаевну Булавину. Мы с ней вообще просто на одной волне. Она меня понимает. Даже вот давая людям информацию, ну, порой меня не понимают. А так как я за 26 лет начудил, был всегда в авангарде, еще вот я благодарен компании 4life.com, 4life.ru. Получается, ускоряемся, БАДы. Просто у нас в семье была онкология, и у меня процесс, вот, аутоиммунные процессы, да, вот, с руками. Не было вот сил поднять ведро воды, вот, после восхождения, по психоталину, вот, когда после 2014 года, там, по кедрам лазил, там, вообще, там, по сопкам 45 градусов, с посохом, там, вот, ну, в ютубе этих роликов нет, это в старом телефоне, я когда-нибудь их вытащу, вот, ну, там тоже есть классные ролики, и шишкуем, и березовый сок собираем, и морского червя ловим в ноябре, и в начале апреля, там, немножко, если повезет, чуть-чуть, чуть-чуть для себя, белка, креветку, да, и огородничеством занимаемся, и покосом профессионально занимаемся, да, и зимой кочегарю для экспансии, и кто не знает, что такое экспансия, просто гостиница, в ней останавливаются ребята, которые гоняют автомобили от находки, от Владивостока, до Ижевска, понимаете, до Екатеринбурга, до Новосибирска, до Челябинска, на запад, до Краснодара даже, понимаете, до Барнаула, до Якутии, получается, и, конечно, мне удобнее с ними, вот, взаимодействовать, как с личностями, да, когда они меня, вот, воспринимают, как личность, все нормально, да, поэтому, друзья, мне выгодно там работать, рядом со своим домом, на лопате, и, смотрите, чтобы не быть человеком разговорного жанра, уважают человека, который умеет что-то делать руками, да, руками, поэтому зимой я кочегарю в элитном, в элитной гостинице, а летом я кашу участок Министерства обороны, летний лагерь Суворовского училища, полторы тысячи соток, да, объяснил, да, поэтому, друзья, смотрите, кто-то смотрел до конца, Анатолич, сейчас, секунду, только не испорьте видео, смотрите, сегодня прислали Игоря Рыбакова, это кровля номер один в России, как он начинал, когда пошли новые технологии в строительстве, кровля, ну, это вот крыши, да, это, это, ну, без крыши ни туда и ни сюда, да, кровля, новые технологии, современные, там, мега площадя, там, супер, там, здания и склады, да, Игорь Рыбаков, забейте, и вот он говорит, не получится у кого, у ссыкунов, у трусов, у лентяев, и, у кого, Анатолич, страх, страх, короче, лень и, ну, невежество, и, ну, еще я четвертого бы добавил, кто такой занятой, некогда посмотреть информацию, да, такие занятые, некогда, ну, значит, хватает, как один человек говорит, да, что ты ему говоришь, ему деньги, значит, не нужны, поэтому я вам, почему агрессивно, положительно говорю, вот раньше, если так вот себя протестировать, да, по шкале, я такой добренький был, да, я стеснялся денег, понимаете, я сдачу не забирал, ну, как же там копейки забирать, да, а мне говорят, ты цену деньгам не знал, да, я в грузчиках 17 лет, я знал цену деньгам, ну, как-то шиковал, да, поэтому смотрите, еще момент какой, вчера, вчера, я немножко меня вырубил, осидя, и, мне приснился сон, очень такой божественный, я проснулся, Анатолич, представляешь, и я вспомнил, кому я должен денег еще, представляешь, и я понял, что я должен в одну из первых очередь отдать этим людям, представляете, и я прям начал вспоминать, прошло 25 лет, хотя у меня многие заняли денег и не отдали, но я их простил, но этим людям, я вот там, я немножко выпиваю, через 144 часа занятия, бифри, это там было сколько-то, ну, сколько, 144 разделите на 24, 7 суток, да, я плохо спал, почти не спал, и выпил, и выпил коньяку, вот, золотой пендаль, только не матерись, это подгоняй, подгоняй, чтобы, и получается, и получается, что, получается, надо впихнуть невпихуемое, понимаете, и, 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 и бифри, и ламбре, и бады for life research, и машинист котла, и сейчас косить надо, да, поэтому, друзья, и видео надо посмотреть, понимаете, поэтому спровоцировал видео Игорем Рыбаков, да, там написал, но мы же не такие, мы же не лентяи, мы же не трусы, мы же не невежи, звоните, бифри, плюс 7 924, 1, 2, 3, 24, 44, с васапом, с телеграммом, плюс 7 914, 974, 45, 45, голосом кнопочный телефон для тайги, да, звоните, и спровоцировал, друзья, посыпалось, как из рога и сабилия, просто я месяц посылал, кто-то звонит, кого-то я без согласия завел в чат березовый сок, да, там 250 человек, раз осталось там 100, 131 человек, да, или завел еще в другой чат 250 человек, осталось там что-то 101 человек, да, или 71 человек, да, а остальные там, кто-то доктор ночами работает, у кого-то там маленькие дети, кому-то нельзя выключать телефон, надо быть на связи, да, а оно ночью блыкает, потому что я работаю круглосуточно, да, и получается без обиды, но мы общаемся в личку, это я вам говорю, чтобы вы понимали, да, мы общаемся в личку, поэтому я понимаю любого, подстроюсь под любого, и не вы работаете на нас, мы работаем на вас, понимаете, поэтому давайте позвоним Татьяне Николаевне, моему наставнику по бифри, почему бифри, да потому что денег у вас нету, купить провоцирую вас, от десяти, от десяти,